Привет, друзья! И, кстати, который мы разыгрываем И совершенно недавно закончился конкурс на OnePlus 10 Pro А теперь вы можете выиграть Realme 9 Pro Plus Это топчик за свои деньги Условия очень простые Подписаться на этот YouTube-канал, на два Telegram-канала Ну и нажать кнопочку «Участвую» Все условия будут внизу в описании с актуальными ссылками Так, и, конечно, на бумаге это просто гигант Ведь у него Sony IMX 766 с оптической стабилизацией сенсор У него нехиленькое такое железо И, знаете, я бы, наверное, сравнил бы этот смартфон С этими топами за свои деньги от компании Xiaomi Но нет, друзья, я сейчас на него смотрю И вспоминаю частично даже вот этот старенький, добренький, классненький топчик OnePlus Ну и по внешке он тоже красавчик Кстати, его очень сложно было снимать Но у конкурентов реально мало шансов посоревноваться с ним Учитывая его внешний вид И да, конечно, только что прошла презентация Этот гаджет уже у нас на руках И он сейчас стартует уже в Китае То есть распродажа уже происходит И самое главное, друзья Этот смартфон будет на глобальном рынке Но, знаете, хорошо, что на бумаге очень много чего написано Громкие заявления всегда Сегодня же мы частично все это дело проверим А уже в последующем, наверное, нашем канале Сделаем разные сравнения Ведь, кстати, именно в сравнениях открывается истина И правда о любом гаджете Ну и, кстати, цену вы прямо сейчас можете посмотреть В нашей группе Telegram Мы там такой небольшой благодарственный пост сделали Но, друзья, я вам уже сразу же могу сказать Что этот гаджет прям-таки топ за свои деньги Даже во время съемок и вообще тестирования этого смартфона Вспоминается добренький старенький Realme X2 Pro И в этом видео после презентации Я не хочу тянуть кота за его доброе место А мы, друзья, хотим сразу же перейти к фотовозможностям Ведь, как ни крути, здесь крутейший сенсор Но при этом всем я не могу пропустить вот эту вещь Вы только посмотрите, что смартфон вытворяет на солнце Он реально меняет свой свет Ух, красота! Но об этом давайте чуток позже Ведь сенсор 766-й Sony IMX С оптической стабилизацией И это прям козырь этого смартфона Потому что я могу вспомнить только старые добрые Xiaomi Или какие-то топы за свои деньги Которые ставили 363-й сенсор Или 586-й В смартфоны за 300-400 долларов И это тот момент, когда компания Realme Решила сразу пойти ва-банк И сделать специальную даже страницу Где сравнили Realme 9 Pro Plus с Xiaomi 12 Galaxy S21 Ultra и Pixel 6 Конечно, сравнивать все это дело было очень смело Но раз бренд это сделал То и мы решили этот Realme сразу сравнить с серьезным флагманом Xiaomi 12 Pro, который в Китае стоит за 700 долларов и выше И сегодня у нас будет такой тест Мы будем давать баллы, как мы это делали в прошлом видео Я сейчас не буду вдаваться в подробности Но вы все сами будете видеть на экране И вы им сегодня лучший смартфон по фото возможностям Итак, первая локация День солнца По цветопередаче оба смартфона справились отлично Правильный цвет курточки И здание сзади Но вот по работе с пересветом и тенью Именно Realme справился лучше Поэтому он и получает у нас 9 баллов По деталям уже Xiaomi показывает превосходство Но вот по артефактам Realme сделал вот такой вот огромный косяк Который снижает оценку И здесь хочется ему прям влепить троечку Ну и также мы оцениваем эти фотографии по художественности Я думаю, Realme заслужил оценку повыше Все же правильнее HDR А серьезные бока с софтом могут поправить ближайшее обновление Следующая же локация оказалась очень сложной Контровой свет И здесь по работе с HDR Realme снова лидер На Xiaomi здесь попросту ничего не увидишь Конечно, из-за этого на Realme полез неприятный шум Но посмотрите на Xiaomi Он высветлил тень именно в этом месте И сделал оттенок красноватым Хотя там его и не было Ну а по художественности оба сфотографировали достаточно хорошо Хотя Realme вытянул чуток больше информации Если же сравнить портретный режим, то по главному пункту размытие Размытие выиграл именно Xiaomi у него меньше ошибок Его работу можно оценить в 7 баллов А вот по работе с HDR снова лидер Realme Заслуженный 9 баллов А Xiaomi своими алгоритмами сделал лицо гладким А-ля бьюти режим, который был вырублен при этом Ну и художественность, конечно же, на Realme будет чутка выше Ведь в автоматическом режиме он выбрал правильное размытие Не такое ядреное, как на Xiaomi На вечерней локации без ночного режима по фото лидер 12 Pro Realme здесь допустил артефакты на фонарях И обильное количество шума, что сильно снизило балл И за художественную фотографию тоже Но вот алгоритмы HDR отработали лучше Да и деталей чутка больше именно на 9 Pro+, но это не помогает нагнать Xiaomi Но вот эта фотография сделана при ночном режиме Здесь оба смартфона отработали хорошо И разницу пришлось искать в мелочах На Xiaomi в итоге чутка хуже детализация и цветопередача Но он увел баланс белого немного в теплые тона И, друзья, давайте теперь подведем небольшой итог Вы сейчас его видите в виде плашек на экране Но неожиданно для нас смартфон Realme набрал больше баллов на 3,5 Чем Xiaomi, который в Китае стоит 750 долларов А еще учитывая растаможку и так далее Вы попадаете на 900 баксов И здесь, знаете, Realme можно X2 ставить по баллам Ведь он реально дешевле И я шокирован таким результатом И это учитывая, что у нас только старт продаж И программное обеспечение еще не так заточено, как возможно даже в том же Xiaomi Так, ну и если продолжать про Realme и фотовозможностях, то здесь есть ширик на 8 мегапикселей, который не сильно был интересен Ну вот вам пример фотографии на него Ну и также 2-мегапиксельная макро Еще есть куча софтовых всяких фишек А-ля режим улицы и Pro в ночном режиме Но давайте глянем, как Realme снимает видео Так, а это у нас видеосъемочка Значит, Realme умеет снимать 4К 30 кадров в секунду, 60 не может 60 только в Full HD Это моя простая ходьба А теперь давайте вот здесь вот солнышко у нас вот там вот Посмотрим, как у нас с небом работает Блики какие-то, возможно Что-то еще появляется А теперь работа с лицом этого человека Лицо Так, Realme раздуплился Я не знаю, конечно, экран может много чего искажать Но где-то вот так вот работает с лицом Ну а также, знаете, как записывать звук Вот сейчас слышите? Да, спереди Хорошо, и теперь давайте вот сюда вот мы идем И небольшая моя пробежка Посмотрим, как у нас со стабилизацией дела Вот где-то так Повороты резкие И еще раз в лицо Смотрим на задний фон Как вообще вот работает О, красиво, красиво, красиво Вот как-то так Так, и как вы видели, там тоже у нас оптический стаб работает в 4К 30 кадров в секунду И вот Full HD для вас И здесь, скорее всего, уже плавнее картинка Как видите Ну, короче, если вы Full HD будете снимать То вас ждет вот такое вот качество Хорошо, друзья И мы переходим к еще одному козырю этого смартфона Я, кстати, не зря его так протираю Потому что заляпывается он просто капец как И это, друзья, внешний вид И знаете, как ни крути Вы сейчас, когда заходите в магазин То первое, что делаете Это обращаете на внешку смартфона И поверьте Именно за счет нее Многие гаджеты хорошо продаются И здесь компания Realme Прям-таки тоже выложила еще один козырь Задник Это, во-первых, стекло С очень интересным цветом Вот сейчас он синий Который вы видите на экране Ну, возможно, голубоватый Я не знаю, как камера правильно его передаст А на солнце он становится ярко-оранжевым Выглядит это супер круто Но вот комплектный чехол Я бы советовал сразу же заменить Он затемняет и не дает насладиться всей красотой смартфона Так, боковая часть у нас обычная Для смартфонов от компании Опа, извините, Realme Но стерео сюда таки завели Слава богу И не стали делать те ошибки Которые были допущены в прошлом году Ведь в том же Realme 8 стерео не было Но я вам должен сказать Что звук, конечно, не идеальный Он до флагманов не дотягивается Но вот вам пример, чтобы вы слышали То есть, знаете, мне немного не хватает басов И, возможно, высоких частов тоже достаточно много Но для середнячка нормально Ну и Vibro Вот знаете, тот момент, когда ты тестируешь смартфон И ты не хочешь его отключать Я бы его сравнил где-то с Poco F3 И оно, кстати, очень хорошо интегрировано во всю систему И тебе реально приятно пользоваться смартфоном И сам гаджет, что самое главное Хорошо лежит в руке Вот его можно сравнить с Realme GT Neo С ним именно и проводится параллель по очень многим параметрам И диагональ у нас здесь 6,43 дюйма Ну и в этом гаджете, кстати, очень большой подбородок И да, старенькая E3 AMOLED матрица И частота обновления 90 Гц И сама матрица, если так посмотреть, неплохая Да, нормальная цветопередача Есть DC Dimming И это для многих, конечно же, будет плюс Но как ни крути, если нам дают хороший смартфон за свои деньги То где-то не будет чего-то флагманского Так что не ожидайте, что экран здесь шикарный Он хорош, очень хорош, как для своей цены Ну и так как у нас здесь AMOLED-экран Always On Display тут присутствует И его можно настроить как хотите Благодаря Color 12, ой, то есть Realme UI 3 И она уже построена на базе Android 12 Мы отдельно делали обзор про нее Давайте где-то сейчас здесь во слывашечках оставлю, чтобы не застрять на этом деле внимание Также в Realme 9 Pro Plus есть сканер отпечатков под экраном Находится низковато, но срабатывает быстро и без сбоев Привет тебе большой Xiaomi 12 Pro И благодаря этому сканеру также можно измерять пульс Находится все это дело в лаборатории Realme А нужно лишь приложить палец и подождать 15 секунд Но, конечно, это так Фишка ради фишки Фитнес-браслеты сейчас справляются с этим лучше И знаете, продолжая тему того, что нам сейчас, возможно, дают топ за свои деньги Гаджет просто шикарный Да, конечно, он с пластиковой рамкой Но что ж вы хотите Но, друзья, очень часто, когда нам дают такой смартфон То, допустим, ставят хорошую камеру Но вот с железом какие-то профтыки Возможно, допустим, Snapdragon 700 серии Начальной 700 серии А здесь, друзья, почему-то все достаточно хорошо И у нас Dimensity 920 И этот камень реально достаточно прохладный И сравнить его по мощности можно со Snapdragon 855 И, ясно дело, мы его решили протестировать И вот, допустим, в танке Все настройки на максимум, но выше, чем 60 кадров установить нельзя Стабильные 60 FPS за полчаса игры А максимум нагрев на корпусе был 38 градусов В PUBG New State на максимальных смартфон выдавал где-то 40 кадров Но без лютых просадок Максимум до 30 кадров При том, что даже в OnePlus 10 Pro на Snapdragon 8 Gen 1 Были у него проблемы в этой игре с просадочками FPS А здесь все достаточно так усредненно и стабильно По автономности У нас здесь 4500 мАч И благодаря Dimensity 920 Ну, достаточно нормальный результат За час игры 20% То есть его хватит на 5 часов залипательного геймплея Ну и 13 часов просмотра Ютуба А подзарядить его можно будет быстрой комплектной зарядкой на 65 Вт Но почему-то он нас по тестам показал всего лишь за полчаса 65% Очень плохой результат, как для такого блочка Это, знаете, где-то уровень 30 Вт И вот, знаете, если подводить небольшой итог После того, что мы сейчас увидели Это, конечно, неполноценное какое-то сравнение с другим гаджетом Да, друзья, это видео после презентации Но я уже сейчас вам могу заявить Что это однозначно топ за свои деньги И если вы охотитесь за хорошим предложением Вот этот смартфон, который является неким ответом Помните Realme 6, которые у нас только появлялись тогда И все говорили, какой же классный гаджет Вот именно Realme 9 Pro Plus показывает сейчас неимоверные результаты По всему, что мы имеем И самое главное На фоне конкурентов он шикарен Кажется, что рекламное видео, друзья Но, слушайте, мы за долгое время вообще на студии Не видели те гаджеты, которые показывают Такой хороший результат практически по всем фронтам Да, недостатки есть Но помним цену И вуаля, получаем такой результат Все, пока